Месси, Суарес и Неймар забили по мячу в ворота Атлетика, газета «Реу Спорт». Сергей Попов Барселона отправила в ворота Атлетика пять мячей и приблизилась к Риалу на расстояние одного очка в турнирных таблице чемпионата Испании по футболу. Валенсия в гостях переиграла Испанию, а ПСЖ не сумел догнать Леон, сыграв с лидером в ничью. Испания Атлетик, Барселона, два к пяти к поединку с Атлетиком каталонца подошли в особенно хорошем настроении после поражения Реала в мадридском дерби. Это значило, что любая победа в Бельбао приближала Барсу к Реалу на расстояние одного очка. Что касается мадридского Атлетика, то у команды Диего Симеони пока на три очка меньше. Впрочем, радоваться раньше времени была угрына явно не собиралась, прекрасно понимая, что главное, самим не наступить на те же грабели, что Реал. Каталонцы с первых минут стали действовать очень собрано, взяли мяч под контроль, и это привело к результату, тем более что и везение было на стороне Барселоны. Русские на Камп Ноу Денис Черышев стал автором первого за долгие годы российского гола ворота Барселоны на Камп Ноу. Он открыл счет в недавнем матче. Видя на пятнадцатой минуте Леонель Месси исполнил удар со штрафного, мяч срикошетил от стенки и, минуя дезориентированного голкипера, заскочил в ворота. К слову, до этого момента особой остроты у ворота Рейсоса не было. Укрепить преимущество Барси удалось уже через десять минут. Идеальная контратака началась с заброса на Неймара, тот ловко скинул головой на Суариса, который немедленно подключил к наступлению Месси, а Лео, выждав паузу, покатил мяч обратно на Уругвайца, который крученным ударом направил снаряд в угол. После перерыва Атлетик отыграл один гол, и это можно назвать вполне заслуженным, потому что моменты у ворот Браво возникали с достаточной периодичностью. Отличился Микель Рико, подоспевший на добивание после удара Арица Адуриса. Долго радоваться хозяевам не пришлось. Очередная атака каталонцев завершилась для Атлетика самым худшим образом. Оскар Демаркос отправил мяч в свои ворота. Впрочем, стоит отметить, что наступление гостей выглядело действительно устрашающе. Тут и Суарис, обыгравший парочку соперников и выдавший навес на Месси, и Ракитич, тонкой передачей выведший Уругвайца на эту позицию, и, наконец, сам Месси, почему-то не сумевший замкнуть прострелы попавший в корпус несчастному Демаркосу. Уже через две минуты Барс забила сама, без помощи соперника. Месси вывел Неймара на удобную для того позицию с левого края штрафной, и бразилец точнейшим ударом поразил дальний угол. Таким образом, успела отличиться вся тройка нападающих Барселоны, так называемый Трезубец, и Месси, и Суарис, и Неймар. Успел забитый Адурис, воспользовавшийся растерянностью пики и расстрелявший ворота Браво с острого угла. Однако своего последнего слова не сказали и гости. На 86-й минуте Месси накрутил чуть ли не всю защиту босков, после чего вскрыл оборонительные построения остроумной передачей на Бускетце, а тот уже прострелил на пустые ворота, и Педро, заменивший Суариса, не промахнулся. Эспаниел, Валенсия, один к двум в Барселону. Валенсия прибыла с целью реабилитироваться за поражение от Малаги. Следующая неудача может лишить летучих мышей места в зоне Лиги Чемпионов, потому что Севилья Ауна и Эмири уже совсем близко. Игра получилась очень упорной, середняк премьера не желал сдаваться, и даже после того, как в середине второго тайма гости все же вышли вперед, а за пять минут до окончания основного времени голкипер Пау Лопес умудрился забить автогол, ничего еще решенного не было. На 89-й минуте Серхио Гартия отквитал один мяч. Эспаниел бросился вперед развивать успех, но гости успешно засушили игру множеством столкновений и стычек. Игра стала совсем грубой и чуть ли не истеричной, показателем чего можно считать то, что соперники получили семь желтых карточек на двоих только за последние 10 минут. Но в этой мясорубке валенсийца все же смогли завоевать важнейшие три очка. Франция Леон, ПСЖ, один к одному. Чарышев вышел и решил голевая передача российского полузащитника Дениса Чарышева принесла гостевую победу Вильяреалу в ответном четвертьфинальном матче Кубка Испании по ПСЖ упустил самую реальную возможность догнать в турнирных таблицах Леон. В случае победы парижане сравнялись бы по очкам с леонцами, но подопечные у Берафурни оказались ребятами не робкого десятка и показали, что готовы сражаться за свою позицию. На 31-й минуте хозяева усилиями Клинтона Энна Пастрофджи вышли вперед. ПСЖ, конечно, сразу же принялся выстраивать осадные орудия и штурмовать оборонительные построения Леона, но долгое время старания гостей ни к чему не приводили. А что же Брагимович, запретивший партнерам общаться с прессой? Ибра все-таки проявил себя, сравняв счет на 69-й минуте выверенным ударом с пенальти. На большие парижан не хватило, хотя по игре они соперника превзошли. Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице мирового футбола. Читайте также.